Осваивают диспетчеры РАО ЕС России. Эта объединенная диспетчерская служба на Раурской набережной, например, управляет работой четырех атомных и множества обычных электростанций центральной части нашей страны. Диспетчеры находятся в условиях постоянного ожидания нештатных ситуаций, поэтому охотно изучают приемы по снятию стресса. Автор метода ключ, Хасай Алиев, провел здесь всего пять занятий, но результаты уже есть. Он дал им возможность или научил некоторым упражнениям, которые позволяют им расслабиться и восстановить свои силы в течение буквально считанных минут. Метод ключ не имеет ничего общего со всяким целительством, считает Хасай Алиев. На человека никто не воздействует. Он сам достигает расслабления и при этом раскрепощается. Что лежит в основе этой методики ключ? Подбор ключевых приемов. Например, мы можем сделать обычное движение, сделаем обычное движение. А теперь посмотрите внимательно, маленькое чудо. Теперь он настроится, настроитесь, пожалуйста, чтобы рука поднялась автоматически. Посмотрите, что происходит. А какое это ощущение? Еще раз делайте. Еще раз делайте. Расслабленность. Еще раз делайте. Вот это и диамоторное движение, то есть есть идея и автоматика. Таким образом образуются внутренние связи между нашей волей и автоматикой тела. А потом с помощью этой внутренней связи можно и снять головную боль, и настроиться к деятельности, поднять свою работоспособность. Хасай Алиев был первым, кто помог выйти людям из стрессового состояния после печально известных событий в Кизляре и Каспийске. Сегодня он обучает борьбе со стрессом не только диспетчеров РАО ЕС России, но и специалистов МВД других официальных структур. Хасай Алиев пользуется своим методом и сам. В школе нас учили рисовать как-то. Вот я думал, что я рисовать не умею. А сейчас мне захотелось попробовать. Я сам себе при саморегуляции на столько, что буду рисовать и делаю только шедевры. Взял кисточку, начал работать. То есть снимаешь барьеры. Точно так же я пишу книги, например. Если говорить о методе ключ образно, то Хасай Алиев дает людям, скажем так, не рыбу, а удочку. Как известно, рыбу можно быстро съесть и снова стать голодным. А вот с удочкой спокойнее. Ею можно наловить себе рыбы столько, сколько нужно.